на смене тысячелетий всегда наступает эпоха декаданса и в такие времена очень важно следить за формой потому что содержание не имеет значения а за форму то есть за стиль отвечают люди у которых есть ощущение стиля мой сегодняшний год платли совет на который с этим все в порядке как мне кажется добрый вечер добрый вечер и так вот бытует миф такой вы мне его сейчас развеете или наоборот подтвердить что люди которые придают значение внешнему форме стилю они про содержание не думают провод контент человеческий вот расскажите мне про это вы знаете я думаю что это слегка устаревшие такое мнение потому что сейчас одежда очень сильно помогает очень сильно помогает произвести впечатление обратить на себя внимание ну падежки встречают это поговорка не до сегодняшнего да а дальше конечно дальше конечно происходит уже если вы если у вас ничего внутри нет то понятное дело что дальше делать и не пойдет в большей степени 80 процентов это действительно люди просто нарядные есть небольшой процент людей которые с помощью аксессуаров допустим интересной оптики крой пиджака или крой брюк или цвет брюк показывают что они ну скажем не идут совсем народом в одну ногу у них чего-то больше они больше знают у них есть свое мнение на все и это некая трансляция в общем-то такой внутренней свободы а это интернациональный язык или в каждом в каждой культуре в каждой стороне это знаете стал интернациональным потому что вот понятие хипстеры которые появились да не в общем-то там 6 или 7 лет назад так стала ярко употребляться это слово хипстеры есть в каждой стране каждой стране в каждом городе есть они есть знаете какие они есть это тоже очень интересно не из более боже такое слово ну ладно не из более провинциальные и есть такие совсем рафинированные то есть которые прям знатоки они прям знают вот что висок должен быть слегка ну вот именно так подрезан и они знают что челка должна лежать на на гель и потому что сейчас уже в моде чтобы некая была такая сдержанность элегантность они знают четкую длину брюк а пародия люди которые только-только к этому пришли но они вот мое слово пародия они конечно это в общем-то и можно к нему потребить они не совсем профессионалы в этом деле поэтому в целом мне сразу видно что это подделка под хипстера что такое вот хипстеры для допустим предположим что у нас зритель вот не знает вот в определении иконы стиля влада лица что такое для меня это это девушка парень который девушка парень через слэш нет это может быть и девушка и парень хипстерша говорят она хипстерша он хипстер это люди как правило с такой с первого сразу скажу очень с подачей потому что всегда есть такое чуть-чуть ну я круче я знаю толк в одежде и в моде и во всем остальном это люди которые слушают актуальную не попсовую музыку как правило читают там и сквайр допустим это более взрослые да уже смотрят не попсовое кино кино не для всех читают журнал интервью и ну и следят активно следят за модой то есть если ты восстановишь и спросишь он тебе сразу назовет все главные тренды айфон ну я сейчас утрирую ну да айфон там леди гага живанши там и так далее там подобное то есть то что сейчас на плаву всегда эти люди знают точно что на плаву поскольку обратили что у вас не айфон я понимаю так что вы себя кипстером не причинаете вот считаю считаю почему есть четвероногие такие большие среди которых нет ни хипстеров не которые могут себе забрать либо хипстер либо приверженцы субкультур красавида его зовут том вот такой неспокойный у нас точно не хипстер но мы должны найти ему хозяина он нереально или или хозяй куда большое спасибо из ваших уст это да он у него он реально прям он очень красивый друзья если кто-то собрался завести кота то мне кажется он существенно он прям похож он как будто живет во дворце потому что у него лоснится шерстью очень красивые глаза и очень смешно он ставит лапки ну хоть какую-нибудь хижинку ему найти пыш пока у него дома нет я как бы как лаверды должен сразу наверно вам сказать что у вас очень красивая кошка но я не видел большой ваш интервью с вашей домашними и это вот из этих как они называют нот без шерсти донской сфинкс по мне вот они вот просто вот ну страшные без обид нет вы что я не обижаюсь потому что это то что говорят в основном она конечно очень необычный назвать ее красавицей может только человеку которого она живет потому что я например например считаю что она невероятно красиво потому что природа скажем так лишила ее одежды то что мы говорим вот этой красоты внешней но такой потрясающих ум характер подача она прям она знать себе цену она очень своенравна невероятное животное и особенно хорошо для тех у кого есть аллергия на шерсть потому что она абсолютно ну и потом она очень приятной на ощупь она прям такая тепленькая бархатистая очень приятно вы ведь и родились и выросли в баку да у вас там были домашние животные в семье в 14 лет я без спроса принес домой кошку коту пожалел потому что она у нее была тяжелая судьба и мне показалось что только я и смогу спасти она жила у армянской семьи во время событий она была котенком во время событий какие армянская война в 90-е годы вот эти вот национальные карабах вот да 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 она из армянской семьи попала к еврейской еврейская семья тоже получила гражданство израиля и тоже надо было переезжать мне позвонил мой приятель и говорит слушай у меня соседи евреи они съезжают они взяли кошку у соседей не знаю что с ней делать я говорю хорошо я ее возьму я даже не видел честно мы приехали на такси он что-то занес в машину она адски орала как резаная вообще я привез ее домой у мамы мамы был шок потому что она запрещала у меня жила как выяснилось потом это было вот как у него спина вот такого цвета русская голубая с зелеными глазами невероятно красивая кошка когда вы в последний раз были в баку сейчас вам скажу летал к приятелю на день рождения сделал ему сюрприз это 27 января а то есть это в этом году я стал часто туда летать а почему у вас там нет филиала ну как вот только в родном городе чтобы не было как у ваша контора да называется это контора эрхмаевская контора на самом деле в баку огромное количество хороших салонов вообще вот салонный бизнеса турция знаете в москве тоже по моему все в порядке с салонами тем не знаете да и некоторые добрались в моем доме 44 при этом вы знаете я я них я оттуда уехал я приезжаю туда отдыхать я не хочу больше связывать с баку работу это город теперь у меня только для того чтобы получить удовольствие приехать зарядиться энергией и уехать работа поменять мое впечатление о городе я не хочу его менять она сейчас у меня прекрасная легкая красивая потому что когда ты не живешь ты не сталкиваешься с проблемами и в целом я поэтому не очень хочу ну вот вы не не производите впечатление человека который трудоголик который вообще очень любит это может быть опять же впечатление вы как себя считаете человеком который любит пожить в удовольствии или который все таки живет работой я считаю я себя человеком который любит ничего не делать это моя любимая когда начинаю там то что-то про себя рассказывать я всегда всем говорю что я вот я бы вообще ничего не делал я вообще родился для того чтобы лежать где-нибудь и загорать но я пашу как подорванный я я не знаю почему сейчас этим меньше сейчас вот вот последние полгода меньше но я разрешил себя я ушел с телевидения на потому что я захотел этого до этого момента у меня было два проекта на на одном телеканале плюс я ездил гостем на все остальные каналы плюс я гастролировал с мастер-классами о моде красоте и так далее плюс салоне консультации клиентов какой цвет покрасить какую стрижку сделать то есть загружен от и до и в какой-то момент я понял что моя жизнь просто проходит мимо меня и я решил что мне нужно от чего-то обязательно отказаться я отказался от телевидения потому что это тот наркотик который в общем-то встал на несколько стал сказываться вот когда вы давали дефиницию хипстера вы употребляли там слово попсовая как бы культура попсовые сериалы попсовая попсовая музыка а что вот вы слушаете какую музыку допустим вот вы в своем porsche едете по москве что вас у меня никогда не было porsche нету не было хорошо есть bentley а bentley есть извините извините про я прошу про поршу извините она была очень давно когда мне хотелось кому-то что-то доказать честно это первое а во вторых мне очень нравится этот кузов а я считаю очень красиво и потом она мне очень недорого досталось почему было бы ее не купить что я слушаю вы знаете я наверное у меня есть все у меня есть радио хэд у меня есть гости из будущего радио конечно у меня есть гости из будущего у меня есть blur а у меня есть весь депешмот у меня есть зимфира вся абсолютно целиком я могу послушать с удовольствием кали минок я могу послушать полину гагарину я очень люблю диска восьмидесятых но не вот не такое вот там модерн токинг си си кейч starship есть такая группа в общем то музыка очень светлая восьмидесятых который меня делает таким очень так вот депешмот это совсем вот не светлая но депешмот это холодная такая это когда мне хочется чуть-чуть какого-то на кого вы из клиентов своих назвали я думаю сейчас будет агата кристи блестящий валерий леонтьев слушал нет агату кристи слуни валерий леонтьева ну честно никогда не слушал только в детстве когда зеленый светофор помпись называлась пусть бегут бегут конечно мы убегали со школы и дома у меня танцевали под этот трек но позже и ну это уже музыка она не стала отражать мои вкусы и а вот сейчас все персонажи которые стиле образующие ну такие вот как вы люди с которым консультируется по поводу стиле формы они все на самом деле независимо от того есть у них голос или нету не голосу все поют советство когда выпустят я надеюсь меня так не торкнет я надеюсь я вообще не зарекаться ни от чего нельзя ну да но мне конечно предлагали то принимать какие-то участие в каких-то проектах мне очень стыдно это делать честно очень стыдно танцую я прям очень легко то есть пойти станцевать в клуб с друзьями выпить и кувыркаться вообще не вопрос петь я к внутри краснею а вот вы не боитесь допустим когда вы ходите с друзьями в клуб и там танцуете при том вот что сейчас все с гаджетами и могут заснять в клубе любого потом выложить в ютюбе мало ли всегда можно человека подловить не самым удачным по не самым удачным состоянии или вы в этом смысле знаете я контролирую этот процесс до какой-то момента контролировал этот процесс до какой-то момента когда это стало напрягать меня так что я понял что я не могу жить вообще в целом я на все время завишу от того что кто сделает я понял что надо отпустить просто ситуацию я хожу в те места где как правило людям людям сейчас мы обдадим просто на хотя руб зверя я надеюсь его заберу он нервничает я надеюсь ему красавца заберут спасибо я просто стал ходить в те места где людям не уровень взять и сфотографировать леса где же где где же такие места есть в любом месте могут взять и сфотографировать ну могут нет нет появляются давай 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 эти азисы обозначим где такие сазисы где я скажу где танцую я танцую в семачеве а это когда мне когда я прихожу туда и я вообще стараюсь не стесняться честно я никогда не стесняюсь того что я делаю я пьян и очень веселый не часто потому что расслабляться сейчас вы веселый мне кажется сейчас я отрез сейчас я отрез просто ну как-то стараюсь стараюсь жить вообще с позитивом в семачеве появлялись фотографии но вы знаете на самом деле у меня я окружен очень хорошими людьми бывает ситуация но чаще подходит можно я с вами сфотографировать если я уже прям совсем на рогах я могу сделать вот так могу попросить очки могу попросить чтобы не снимали близко ну потому что понимаете ну вот это же все вот а так в целом я честно я никогда не отказываю и когда ты не отказываешь люди подходят спрашивают я не сделал мне кажется никому ничего плохого чтобы снять меня с голой там или еще с чем-нибудь да или за подловить меня в туалете как я там с кем-то целуюсь что у меня тоже часто бывает я прямо выпиваю у меня любовь я могу прям подходить к людям говорить вы очень красивые неважно мужчины женщины могу подойти к паре сказать вы невероятные вы красивы я становлюсь каким-то очень и конечно очень тяжело слежу за своим поведением понятное дело что в этот момент можно подловить но как-то пока проносила и потом я ничего не делаю такого я веду себя как обычные люди я понял что вы людям легко и охотно говорите комплимента бывает такое что вот вы видите что у человека ну не знаю ну ужасная голова совершенно вы можете под этим сказать что тебе надо что-то сделать вообще если сейчас сейчас если он задает вопрос а раньше я у меня была такая тенденция я почему меня в стране очень многие не любят не очень да меня очень многие артисты не не любят и не признают потому что я говорил то что я видел я говорил правду свое мнение субъективное но свое мнение меня спрашивали как вам тот или иной артист и я говорил но это конечно катастрофа это то что ведет россию и молодежь вот туда в совок потому что ну куда это гнездо на голове куда вот эти перья пух вот эти лианами намотанная сверху стразами золотые сапоги я говорил что это адское бескусица и понятно что когда ты говоришь ты приобретаешь себе врагов поэтому очень многие с которыми даже мне последнее время приходилось работать до сих пор помнят там шутку пятилетней давности когда как вам там новая стрижка той или иной исполнительницы я не оскорбляя говорил допустим но это вообще-то мне напоминает ёжика в тумане понимаете конечно конечно я обижал я понимаю что так так нельзя все таки уже и мне не хочется сейчас я отказываюсь от всех интервью где нужно что-то говорить про на наших артистов я устал это ни к чему не ведет их не переделаешь я трачу свои нервы призываю к себе какой-то гнев и это ничего не решает я просто отпустил ситуацию это их жизнь пусть что хотят делать они же кому-то нужны то есть вы в целом считаете что отечественный шоу бис в этом смысле отличается вот ну возьмем там европейский некомерка там ведь тоже очень часто есть отличается нет не отличается то есть то же самое есть есть вот тот народ которому нужно быть понятным допустим та же самая бритни спирс да у них но это при всем моем уважении я очень хорошо к ней отношусь и там я буду скоро буду играть диджейский сет и я точно поставлю ее трек чтобы людям было весело потому что они узнают знакомую мелодию а какой именно выпас вы знаете один из последних где она такая очень эффектная с каким-то таким афроамериканцем я же не пою я поставлю обязательно ее трек у нее есть крутые веселые треки но то как она выглядит то что она несет мне конечно непонятно но есть другой момент она пытается быть похожей на тех для кого она поет и они видят в ней свое отражение очень тяжело выглядеть как я в нашей стране допустим ты тут же то есть а что значит выглядеть как я вот как вы выглядите вы считаете вот сегодня я еще более-менее а иногда конечно я выгляжу адские непонятно для большинства людей то есть я не в костюме я выгляжу у нас со страна где красота традиционно как и многие другие вещи для задачи да и многие кто имеют несколько другую форму стрижки пиджак оба сейчас попроще стало но в целом если зайти в глубину если взять глубинку то любое отклонение почему политики так серьезно относятся к своему имиджу потому что это не разгневать электорат это ни в коем случае не 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 вызвать зависть раздражение и вопросы что кто это я когда меня пригласили на телевидение я сказал ребят вы вообще понимаете кого вы берете белые волосы перегидрольные такие прям белые как стена они сказали мне слушай ну да ничего нормально и вы знаете тогда я наверное понял что наша страна немножко меняется потому что если такого трэшового персонажа просто берут сажают в кадр помогать вы себя считаете трэшовым я очень хорошо выглядит да я в целом я беру не для себя не для своих приятелей которые делать мне комплименты и на меня ориентируются они спрашивают у меня что модно они покупают они советуются в ватсапе присылать мне фотографии вот увидела ботинки какие лучше это мой круг который меня понимает они меня приветствуют и они они сами советуются я с ними я беру остальных людей для которых в общем-то любое а там узкие брюки не могут быть на мужчине дать они задают вопросы укорочены это же ужас он что нищий что не убили короткие ну то есть какое-то такое савдеп овское определение как визуальной измененной картинки есть традиционная костюм галстук что обязательно вот он такого среднего размера тяжелый воротник на рубашке короткая стрижка все и человек понятный для большинства мне чтобы состояться конечно было непросто кто-то кто-то и патирует и продает это тоже вариант как мои коллеги некоторые не будем называть имен это некий такой образ который продается но мне честно говоря я не делал это для того чтобы продаваться я таким был с детства у меня у меня мама всю жизнь на меня и на брата значит береты с какими-нибудь бомбонами какая-то куртка и необычная тоже когда встретился со своими одноклассниками которые учили со мной в третьем классе я не помню этих времен мы сидим и встретились в москве сидим общаемся они говорят они смотрят на меня и говорят слушай ну удивительно ты же время приходил в школу и вся школа обсуждала твою куртку а я это 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 бессознательно это не я делал это делала моя мама которая нравилась так одеваться тоже папа тоже выглядел всегда очень красиво элегантно не а папа у вас машинист был папа был машинист но при этом вы не понимаете бордовый пиджак коричневые брюки он такой всегда вообще ну странно как он вообще стал машинистом он 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 почетный железнодорожник у меня 50-летний по моему стаж если не ошибаюсь 55 лет стаж 50-50 мама у вас тоже в этой же отрасли работала у меня вся семья железнодорожники и старший брат тоже образование жизнь да и папа естественно ты тоже должен по лад потом спина и железнодорожник а влад после хореографического училища понимаете ли пятая позиция я весь вот такой вот какой группа на чё вообще забудь ясно у нас помимо кошки еще одна традиция да мы играем в правду до на последних минутах игра значит следующим образом выглядит здесь фишки четырех цветов вы выбираете фишку и соответствующую по цвету карточку на карточках вопросы так и отвечаете на вопросы или не отвечаете как я обычно говорю три у нас будет попытки либо не либо отвечать вы можете отказаться на вопрос если он вам покажется непонятно иногда иногда они просто было действительно понятны тем более мы не стилистом они могут быть непонятны самая ирония это сильная это что это голубая карточка любой любой да любую голубого цвета и зачитываете пробовали ли вы мясо животного которого неприятно есть не не принято да вот при я кошка например не принято ездить да нет я не про кошку говорим еще никогда не вот это вот скорее не были нет и никогда даже не попробую потому что я у меня же визуальная картинка живу визуальными меня все визуализацией но вы же не вегетарианец при нет нет я ем все абсолютно хорошо все понятно ответе так так красный бордо бордо ну да здесь бордо а тут растерись говорит бордо пусть будет бордо пускай будет вот этот вот худшем свидании да расскажите о своем худшем свидании когда потом пришлось лечиться то есть ну как не ну разные мама это самое худшее свидание может быть там по морозу гуляли нет не по морозу а прямо прям вот как нужно самый откровенный ответ на этот вопрос ну и желтый полная гамма да вот у нас просто желтенькую на каком документе вы подделывали подпись начальника вы знаете я все время подделывал свой у меня весь мой дневник был поддел на весь абсолютно от и до я вырывал страницы менял вклеивал я что только не делал то что я очень плохо учился в школе и у меня было адски плохое поведение меня очень не любили педагоги потому что я всех отвлекал власть лесовец еще один социально значимый персонаж который плохо учился в школе при этом сделал блестящую карьеру я думаю что наша беседа войдет в одну вот из таких книг потому что мы беседуем потом собираем тематические прекрасно вот такие вот сборники 24 кадры про все я вам дарю вот а вы подарили мне и моим зрителям очень любопытный разговор как мне кажется большое вам спасибо